Ну, мои дорогие, у меня, как всегда, слово к вам, чтобы мы совершенствовались. Я бы очень хотела, чтобы к этому слову вы отнеслись очень серьезно. И каждый услышал то, что Господь хочет сказать лично к нему в сердце. Вы знаете, когда я сегодня утром перечитывала, и вот эти слова из Левитов, 19.2, я подумал, что эти слова сейчас говорит Господь лично к нам. Он сказал так, «Объяви всему обществу сынов Израилевых». Вы общество сынов Израилевых. Вот я вам объявляю. «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте! Святы будьте! Ибо свят я, Господь Бог ваш». Что-то изменилось из требований Господа? Ничего. И Бог предупреждает, мы должны быть святы, потому что Он свят. Но мне хочется, чтобы мы с вами разобрали это, как нам быть святыми. Мы много говорим о святости, конечно. Но некоторые вещи, может быть, за святость не принимаются. То есть не придается значение. Но абсолютно всякое поведение наше должно быть святым. Вот, к примеру, непочтение к Богу — это святость? Нет. А давайте посмотрим, что такое вообще почтение. С чего оно начинается? Как мы почитаем Бога? В чем почитаем Бога? Может, мы считаем, что почитать Бога надо в воскресенье вот здесь? А когда мы выходим за двери этого здания, мы живем, как жили, считая, что мы уже почли Бога. Я вам скажу, что почитание начинается с личных отношений даже друг с другом. То есть почитать Бога невозможно, если мы ведем себя неблагоразумно. Непристойно. И это не является почтением, если человек говорит, что он почитает Бога, а жизнь его тому не соответствует. Вот, к примеру, если человек позволяет себе говорить непристойные слова, в шуточки, непристойные анекдоты, или ругается, скандалит, обижает, надсмехается, ну и многое другое. Это что? Святость? Это пристойное поведение? Это почитание Бога, если ты верующий? Нет. Это аморальное поведение, оно не может быть святостью. Оно никак не соответствует тому, что ты почитающий Бога. Вы знаете, каждый, кто встретился с вами, где бы ни встретился, он должен увидеть, что у тебя есть почитание Бога. Некоторые считают, что для того, чтобы увидели, что я почитаю Бога, я сейчас буду им Евангелие наставлять. Буду учить, 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 как он должен себя вести. Это не является почитанием Бога. Почитание Бога должны люди увидеть в тебе. Без слов. Должны просто увидеть, что ты человек, почитающий Господа. Иначе это просто похоже на лицемерие. Я хочу немножечко, как вам покажется, отвлечься, но это не отвлеклась. Вот рассмотреть такие примеры земной жизни, почтения. Мы с вами знаем, что Господь сказал о почтении в Своей заповеди. К кому? Почитать отца и мать. Казалось бы, какое-то метаотношение. Но на этом мы учимся почитать. Вы знаете, как много я вот наблюдаю и вижу, что если в человеке нет почтения к взрослому, у него нет почтения к Богу. Просто оно не совмещается. Понимаете? Когда говорится, что надо почитать отца или мать, это говорится о твоем характере, что внутри тебя должно выражаться почтение всей твоей жизнью. Это не значит, что ты в старости должен дать ему кусок хлеба и налить воду. А в остальном обращаться с ним «Стой, иди, не мешай, не мельчишь и под ногами». К сожалению, в этом мире почитают так. Это почтение этого мира, сегодняшнего мира. Сегодня мир не умеет почитать тех, которые или старость, или же потеряли, допустим, какой-то авторитет. Сегодня, мир не умеет почитать силу, власть денег. Человек перестает уважать, перестает почитать. Знаете, почему? Потому что почитал власть и сил денег, почитал что-то, но не личность. когда человек почитает личность, даже если ты что-то потерял, он тебя уважает как личность, и все эти потери он восполняет своей любовью. Так или нет? Но в этом мире, мир, это мир зла. Этот мир, мир дьявола, у него другие законы, и он учит другим законам. Он даже подводит к тому, чтобы старость вообще раньше кончалась. И люди голосуют за это. Если христиане начнут мыслить мыслями этого мира, это значит тьма войдет в них. Поэтому Бог, учитывая жестокосердие, Бог видел все, к чему мы придем, человечество к чему придет, дал заповедь. Заповедь, которая говорит, что если будешь ее соблюдать, будешь иметь благословение. Исход 20.12 почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. У Левитов 19.32 написано, Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца и бойся Бога твоего, я Господь. Во второзаконии 28.50 вообще говорится, что это наглый народ, который не почитает и уважает старца. В Псалме 67.6 говорится, Отец Бог наш, Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище. Свят. Это святость. Может быть, человек не понимает, что это святость. Он себя свято ведет, он же где-то не грешит. Но вы знаете, что в этом проявление святости. У Якова 1.27 написано, Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. Это тоже святость. Вы понимаете, это все святость. Святое поведение и святая жизнь, она во всем свята. И главное, она выражается в том, что внутри тебя есть вот это благородство и почтение. Если ты почитаешь личность Бога, а не только почитаешь то, что Бог дает, что Он сильный, Он всемогущий, Он может тебе чем-то помочь, то ты почитаешь Его по-настоящему. Ты уважаешь самого Бога как личность. Вы знаете, скольки верующие почитают Бога, к сожалению, не Бога. Не что почитают Бога, но почитают Его власть и сил. Я вам скажу на примере Иисуса Христа. Те, которые ходили рядом с Ним, не говорю про учеников, говорю, которые ходили рядом с Ним, которые получали от Него многое, исцеление, освобождение. Они почитали Его как Бога. Иисус даже спросил, за кого они Меня почитают? Вы знаете, они видели только то, что можно взять. Их почитание преклонения было перед тем, что если не почитать, не преклоняться, не получишь. Не узнаете сегодняшнее христианство? Насколько похоже оно на это? Но когда Иисуса Христа вдруг увидели они в слабости, когда они увидели Его на кресте побитым, висящим беспомощным, как по-вашему, к чему они присоединились? К тому, чтобы кричать, помогите, снимите Его с креста, или к тем, распни, распни? Они присоединились, кричась им, распни? А кто стоял у креста? Тот, который почитал Его как Личность, как Личность уважал, как Личность и поклонялся. Я говорю это к нам сегодня. Вы знаете, как часто бывает так? Одно аналогично. Молимся и получаем. Просим, и Бог тут же отвечает. Мы почитаем Бога. мы возвеличиваем Его. И вдруг приходит скорбь. Мы молимся, но Он не слышит. Мы просим, Он не отвечает. И что у нас начинается? Ропот. Еще какой ропот? Мало ли, ропот, еще начинается хула на Господа. Он говорил и не сделал. Он обещает и не исполняет. И что получается? Какой страшный ропот. Это почтение Бога. Что почитал человек тогда? Вы знаете, что я вам скажу? Тот, который почитает Бога по-настоящему, он почитает Его из ямы со львами. Он почитает Его в горящей печи. Он почитает Его везде и всюду. Потому что для Него Он Господь, Он Бог, Он Его уважает. Это поклонение. Но есть лицемерное почитание. Об этом описывается Матфея 15, 7, 9, когда Иисус сказал, лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исайя говоря. Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учениям и заповедям человечества. Вот так почитает мир. Когда видит тебя в силе, в славе, с финансами, почитает. Стоит тебе все это потерять. Ты теряешь в их глазах уважение. Понимаете? Это не есть почитание личности. Это не есть святое отношение внутри человека. Его сердце не чисто. Почитаешь тогда, когда почитаешь Его уставы. Почитаешь Его законы. Это и есть почитание правительства. Когда ты уважаешь законы, исполняешь их, это почтение. Это почтение правительства, если исполняешь законы. то есть непочтение, слушайте внимательно, непочтение можно спрятать лицемерием. А почтение не спрячешь. А если ты почитаешь, оно видно. Потому что почтение точно так же, как и вера, испытываются. И мы с вами знаем из Ветхого Завета, как испытали почтение Богу, вот я вам уже объясняла, через тех, которые прошли через огонь, яму со львами. То есть почтение испытывается. Если ты почитаешь Бога, ты будешь испытан. Может быть огненными искушениями, может быть болезнями, не знаю чем. Будешь ли ты там укорять Господа? Или скажешь Господь, ты всегда прав? Я тебя почитал и почитай и буду почитать. Независимо от того, имею или нет. Вот Ветхий Завет умел почитать. Хотя Бог был у них на небесах, далеко от них, правда? И они поклонялись Богу, приносили жертвы Собою даже, мы с вами видим это. Как должны почитать мы, когда мы знаем, что через Духа Святого Бог не на небе уже, а внутри нас? Когда Дух Божий живет внутри нас, как же нам теперь почитать Бога? Как вести себя свято, если Он свят, где не там? Где Бог Свят? Вот здесь. Вы только подумайте. Бог Свят внутри меня. Бог Свят внутри вас. А это как нам надо Его почитать? Внутри нас. Написано 1 Коринфля 3, 16, 17. Разве не знаете, что вы Храм Бога Живого? И Дух Божий живет у вас. Разве не знаете? Если кто разорит Храм Божий, того покарает Бог, ибо Храм Божий свят, а этот Храм вы не о чем говорится? Если вы вот сидячие здесь, Храм Святого Бога, как вы должны почитать Бога? Где? Где вы должны почитать Бога? В себе. Как это так возможно? Очень интересно, правда? 1 Коринфля 6, 19, 20 говорится, не знаете ли, что тела ваши суть Храм живущего вас Святого Духа? Знаете? которого имеете вы от Бога и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога где? Вот в этом здании? В телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьей. Оказывается, вот как надо жить. Оказывается, вот как надо почитать. Но это что-то новенькое. Как же почитать себе? Возникает вопрос, может, нам надо поклоняться на часть себе? К этому я вас призываю? А? Я думаю, нет, правда. Но как же тогда поклоняться тому, который во мне и не себе? Вы знаете, Павел очень хорошо говорил, что умоляться, чтобы Он был виден. Уважать Господа, который внутри нас. Вы представляете, если ты уважаешь Того, Который внутри тебя, какое поведение у тебя будет? Позволишь ли ты себе плохое поведение? Открыть рот и скандалить? Кого-то унижать, кого-то обижать? Все это оскорбляет Духа живущего внутри вас. Бог говорит, будьте святы, ибо я свят. А мы принимаем Духа Святого внутри нас. Носите Его в себе. носите Его в себе с достоинством поклоняясь Духу Святому. В чем? Не позволяйте себе никакую неправедность. Никакую нечистоту. Поклоняйтесь Богу. Ваша жизнь должна быть почитанием Бога. Я не могу себе позволить то, что оскорбляет Духа живущего. Не могу себе позволить ни в одежде, ни в словах, ни в поведении. Ни в чем, что касается плоти, души, Духа. Почему? Я Его уважаю. Я Его почитаю. Внутри меня живет Бога Живого. Потому что Я Ему поклоняюсь. как Мои уста скажут непристойное, если Я поклоняюсь. Значит, Его оскорблю. Так или не так? Подумайте над этим. Я надеюсь, это должно изменить ваше отношение к самому себе, чтобы быть святым. Ефесянам 4, 25-32. Давайте прочитаем. Павел говорит. Посему отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. и не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись и делай своими руками полезное. Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. а только доброе для назидания в вере. Дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в День Искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот она святость. Это святость. Когда человек вот так живет, по этому образцу, он не оскорбляет Духа, Божьего в мире. Не оскорбляет Духа Святого. Где бы он не появился, видно, что у него есть Бог. Что он поклоняется, что он почитает Бога. Вы знаете, когда Моисей стоял перед кустом горящим, он услышал голос, сними обувь с ног твоих, потому что сия земля святая. Моисей снял обувь. Кого он поклонился? Кусту? Земле? Богу. Понимаете? Богу. То есть, когда мы ведем себя вот так, что святость внутри нас, это мы не себе поклоняемся. Не плоти, не крови, Богу. Богу внутри нас. Потому что он святой, я не могу его оскорбить поведением. И не имею право оскорбить его словами. раздражением, гневом. И не имею право оскорбить Духа Бога при себя. Понимаете? Это есть святость. Это есть почтение. 1 Коринфянам 3, 16-17. Разве не знаете? Просто напоминаю, разве не знаете? Вы храм Бога живого. Как мы хотим, чтобы храм, в котором мы присутствуем, поклоняемся, был и чистый, и опрятен, и свят? Тогда так вы больше этого храма. У вас он живет. И не только тогда, когда вы здесь. А когда вы дома, когда вы на работе, когда вы в очереди, когда вы едете на машине, и вас сбивают, вы все равно храм Бога живого. Понимаете? Поэтому все равно помните, почитайте Его в этот момент. В эти острые моменты вашей жизни, в моменты испытаний, в моменты, когда вам кажется, что вас Бог оставил. Почитайте Бога из ямы, из рва, из огня. Почитайте Бога. На кресте почитайте. Петр как почитал Бога на кресте? Как? Он настолько почитал Его, он говорит, я даже не достоин так быть распят, я вниз головой. Поклоняйтесь Богу. Будьте святы. Будьте святы во всех поступках. Итак, как сказал Господь Левитый 19,2 я сделала. Я объявила всему обществу сынов Израилевых. И сказала, будьте святы, ибо свят я, Господь ваш. Можем. Левитом 27,8 написано, освящайте себя. Будьте святы, ибо я, Господь, Бог ваш свят. И дальше говорится подсказка. Соблюдайте постановления Мои. Исполняйте их, ибо я, Господь, освящающий вас. Значит, когда вы почитаете Его, поклоняете, Он освящает вас. Мы никогда не будем святы сами по себе. Мы святы Им. Внутри нас, Дух Святой, мы им должны быть святы. Все, что мы можем, это оскорбить Его. Отпачкать, унизить. Но если мы будем почитать, мы будем освящаться, и мы будем святы, 1 Петра 1,15,6 говорится, по примеру призывающего нас. Святого, и сами будьте святы во всех поступках, во всех поступках. И никогда вас ничего не оправдает. Ну, я расстроился. Ну, это меня врасплох поймало. Ну, это просто так случилось. Я устал, я переутомился, я не выспался, я не поел. Нету такого права. Будьте святы во всех поступках. Почему надо быть святым? Потому что Бог свят. Почему мы будем святы? Потому что Он свят. А где Он? Внутри нас. Внутри нас Святой Бог. Какими мы должны быть святы? Потому что внутри нас Святой Бог. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Продолжение следует... Продолжение следует...